Чаще всего задают самый простой вопрос Сколько, мать вашу, она еще может длиться? Мы посоветуем ездить на Жигулях Все очень просто И показывали всем факи, вот так в окно ехали Друзья, всем привет, с вами канал Tesla Cars Беларусь И сегодня у нас самая серьезная тема, которая касается выбора электромобилей Сегодня мы разберем основные вопросы, которые возникают при выборе и покупке электромобилей Чаще всего задают самый простой вопрос Где и как заряжать электромобиль? По большому счету существует два варианта зарядки электромобиля Это общественные зарядные станции, оператором которых является Маланка Но не только она И, конечно же, домашняя розетка Да, действительно, электромобиль можно заряжать от домашней розетки Но при соблюдении некоторых условий Самым крупным оператором общественных электрозарядных станций в Беларуси Является компания Маланка Вот так выглядит большинство электрозарядных станций этой компании Если вы живете в Беларуси, то будет полезна следующая информация У Маланки 627 зарядных станций на 1 января 2023 года И где они все расположены, вы можете посмотреть по ссылке в описании Помимо Маланки, в Беларуси начинают работать и другие операторы электрозарядных станций Пока их мало и станций у них немного Но, тем не менее, они постоянно расширяются и скоро вы все о них услышите Как оплатить зарядную сессию? По большому счету существует только один способ Это мобильное приложение и привязанная к нему банковская карта, с которой будут списываться деньги Владельцы автомобилей с ДВС привыкли к тому, что ты подъезжаешь на заправочную станцию Вставляешь пистолет в бак, идешь в кассу, оплачиваешь и ждешь, пока зальется топливо в бак Занимает это от силы 5 минут С электромобилями ситуация немножко другая Для того, чтобы оплатить зарядную сессию, вам необходимо скачать приложение И привязать к нему банковскую карту, с которой и будут списываться деньги И неудобство здесь состоит в том, что у нас уже работает несколько операторов зарядных станций И вы будете вынуждены скачать несколько приложений Ну а владельцам кнопочных телефонов мы посоветуем ездить на Жигулях Мой товарищ, который планирует приобрести электромобиль, как-то пожаловался мне, что под домом у него нет зарядной станции Но две ноги-то есть у него Так вот, что касается Минска, то в большинстве ситуаций вы найдете зарядную станцию в шаговой доступности от дома Как человек, регулярно пользующийся электромобилем, могу вам гарантировать, что в шаговой доступности от дома вы найдете зарядку Вот смотрите, так выглядит приложение Маланка Здесь обозначены все зарядные станции Как происходит зарядка? Вы выбираете зарядную станцию, которая подходит вам по месту положения Нажимаете на значок, раскрываете Пожалуйста Вот, станция 50 кВт мощностью, доступна Вставляете пистолет в электромобиль и нажимаете начать зарядку Все очень просто Деньги автоматически списываются с вашего счета На сегодняшний день стоимость 1 кВт-часа энергии на зарядках Маланка составляет 49 копеек По такому же принципу работают и приложения остальных операторов Второй вариант зарядки – это оптимальный с точки зрения владельца электромобиля Конечно же, домашняя зарядка Естественно, этот способ предполагает наличие своего дома, ну или, по крайней мере, гаража, какого-то парковочного места, где есть розетка Уже опытные электромобилисты знают, что это супер вариант, когда ты вечером приезжаешь домой, ставишь электромобиль на зарядку, утром снимаешь его с полным баком Вариантов зарядки в домашних условиях существует два Это бытовая розетка на 220 вольт и промышленная трехфазная розетка Поговорим о первом способе Большинство электромобилей завода комплектуется штатной зарядкой, которая работает как раз от 220 вольт Такая розетка выдает мощность максимум 3,5 киловатта Это означает, что за 10 часов вы зальете в электромобиль примерно 30-35 киловатт-часов энергии Переводя на привычный язык, точнее, на запас хода, этого вам хватит примерно на... Блядь, на сколько же этого хватит? В зависимости от расхода электроэнергии, этого вам хватит на 150-200 километров А тем, кто только сейчас задумывается о покупке электромобиля, я хочу рассказать о том, что как только Маланка начинала строительство в своей семье Сети, то электричество там было бесплатное, и владельцы электромобилей просто ликовали И показывали всем факи, вот так в окно нет Точно не помню, но такая халява длилась, наверное, около полугода или даже года Но стоп, здесь Павел немножко ошибся Не полгода и не два Маланка появилась в 2014 году И с 2014 года по 1 июля 2020 года была бесплатная зарядка Так было потому, что Маланка работала в тестовом режиме Конечно, зарядка от розетки 220 вольт это долго Но мы всегда советуем нашим клиентам попробовать для начала этот способ Возможно, тех самых 30 киловатт-час, которые вы зарядите за ночь, вам хватает для суточного пробега Если это так, то мы считаем, нечего запариваться и надо пользоваться этим способом Но если у вас в доме уже есть для каких-то целей трехфазная промышленная розетка, это отличная новость для вас Какие преимущества дает такая розетка? Конечно же, скорость зарядки Она возрастает примерно в 3 раза по сравнению с обычной бытовой розеткой То есть ваш автомобиль будет закачиваться примерно 10 киловатт в час Но для того, чтобы заряжать электромобиль от трехфазной розетки, вам понадобится специальное зарядное устройство Оно может быть либо фирменным и дорогим, либо китайским и доступным Тут уж выбор за вами Я бы не опасался китайских зарядок, потому что работают они довольно надежно Не загораются, не нагреваются К тому же, сам автомобиль очень четко регулирует мощность, которую он сам себе подает Второй по популярности вопрос это Сколько длится зарядка? Сколько, мать вашу, она еще может длиться? Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Если мы говорим о станциях быстрой зарядки постоянным током, выглядят они вот так То среднее время зарядки составит от полутора до двух часов Средняя батарея среднего электромобиля имеет емкость 60-70 киловатт в час А большинство зарядных станций Маланка выдают мощность 50 киловатт Это значит, что за один час вы зальете в батарею 50 киловатт И у вас еще останется 10-20 киловатт Но особенность зарядки электромобиля состоит в том, что после 80% скорость заряда резко падает Для того, чтобы сберечь эту самую батарею И поэтому, если первые 50 киловатт вы зальете за один час То оставшиеся 10 или 20 будете заливать еще минут 30-40 Есть в сети Маланка и более мощные зарядные станции на 120, 160, 180 И даже один терминал на 250 киловатт Другое дело, что не все электромобили способны принять такую мощность Например, популярная Geely Geometry C может заряжаться мощностью максимум 70 киловатт Чтобы понять, на какой максимальной мощности может заряжаться ваш электромобиль Просто прочтите инструкцию Вывод из всего этого такой Если вы хотите сэкономить время и при этом сберечь батарею Как и настоятельно рекомендуют автопроизводители Заряжайтесь до 80% Во-первых, вы сбережете батарею А во-вторых, сделаете это максимально быстро Теперь о бытовых розетках 220 вольт Как мы уже говорили, за 10 часов вы зальете 30 киловатт-час примерно Если же вам нужно зарядить, например, Tesla Model Y с батареей в 80 киловатт-час То вам понадобится на это примерно сутки И третий вариант От трехфазной розетки вы можете заряжаться на мощности 10-11 киловатт То есть для полной зарядки батареи Tesla вам понадобится около 8 часов И самым приятным преимуществом домашней зарядки, конечно же, является ее стоимость Стоимость домашней зарядки примерно в 3 раза ниже, чем на общественных станциях Дешевле, но зато дольше Или наоборот Дольше, зато дешевле Большинство даже тех, кто просто интересуется электромобилями Уже давно поняли, что автопроизводители немножечко лукавят Когда пишут в своих технических характеристиках максимальную дальность хода По факту она процентов на 20 ниже Но гораздо больше людей интересует вопрос А сколько же проезжает электромобиль зимой? Если вы не используете свой электромобиль так, как использует его Артур То, в принципе, вы можете добиться заводских показателей запаса хода За час-10 минут мы израсходовали чуть больше половины батареи Расстояние 22 километра Со средним расходом 1400 ватт-час на километр Но зимой реальный запас хода может отличаться от заявленного производителем в два раза Зимой в электромобиле есть два источника расхода энергии Это сама батарея, которая требует обогрева Потому что чем она холоднее, тем хуже, тем менее эффективно она работает Второй потребитель электроэнергии Это, конечно же, обогрев салона В электромобилях теплый воздух греется при помощи тенов Кто не знает, это теплоэлектронагреватель Для экономии драгоценной электроэнергии зимой Производители придумали такой выход, как тепловой насос Кстати, те, кто выбирает электромобиль, уже интересуются А он с тепловым насосом или без? Объясняем, зачем он нужен Как и у машины с ДВС, у электромобиля в процессе движения Тоже нагреваются какие-то его агрегаты Электромотор, инвертор, сама батарея И вот для того, чтобы эта тепловая энергия не уходила в небо То есть в никуда Придумали тепловой насос, который это тепло Собирает и отдает его в салон Но из нашего личного опыта поездки на Тесла в Мурманск И сравнении двух электромобилей Тесла, один с тепловым насосом, другой без Мы пришли к выводу, что все-таки эта конструкция пока еще требует Как минимум допиливания какого-то, доработки Тепловой насос эффективен при температурах от нуля, ну пусть до минус 5 градусов Но тем не менее, все-таки экономию он дает Если сравнивать два практически одинаковых автомобиля Один с тепловым насосом, другой без То машина с тепловым насосом в минус 14 проезжает примерно на 50 километров больше На машинах без тепловых насосов владельцы выходят из ситуации более радикальным способом Ставят автономную печку, которая работает на сгораемом топливе Если подвести итог, то можем сказать, что в среднем зимой запас хода падает от 20 до 50 процентов И к этому нужно быть готовым Можно дать парочку советов для тех, кто будет эксплуатировать электромобиль зимой Во-первых, оставляйте его на зарядке, даже если он зарядился Электромобиль будет подогревать батарею не от собственной батареи, а от электросети, к которой подключен Второй совет. Нужно помнить о том, что несмотря на сильные конструктивные различия автомобилей с ДВС и электрокаров У них есть одно общее свойство Короткие поездки с последующими длительными остановками влияют на расход у одних топлива, у других электроэнергии То есть принцип тот же самый. Вы приехали на электромобиле, он потратил какую-то часть энергии на разогрев батареи Вы его зимой оставили, батарея остыла, вы сели, поехали, снова батарея греется Все это существенно повышает расход электроэнергии В отличие от поездок, когда вы сели и долго-долго-долго едете И третье. В сильные морозы, скорее всего, у вас вряд ли получится зарядить электромобиль с большой батареей Например, Tesla Model Y от бытовой розетки Большая часть этой электроэнергии будет тратиться на обогрев батареи, а не на ее заряд Так что, если вы хотите держать батарею теплой зимой, то оптимальным вариантом будет все-таки зарядка, ну, как минимум, от трехфазной розетки Ну, либо, как вариант, проблему с охлаждением батареи зимой решит отапливаемый паркинг На сегодня это все. Если у вас возникли еще какие-то вопросы, то обязательно оставляйте их в комментариях И в следующем выпуске мы дадим подробные развернутые ответы Подписывайтесь на канал и всем пока!